Коллеги, добрый день. Слышно нас? Добрый день, Алексей. Добрый день, Сергей. Очень рады вас видеть. Я передаю вам слово. Да, коллеги, добрый день. Со мной мой коллега Щеткин Алексей, это руководитель группы BIM. Я Баранов Сергей, начальник отдела автоматизированных систем управления. Трудимся мы на научно-производственном предприятии ИСТОК имени Шокина. То есть ИСТОК это флагман российской радиоэлектроники. 30% номенклатуры в России производит ИСТОК. Предприятие располагается на 5 тысяч 4 гектарах. Трудится более 6,5 тысяч человек. То есть полезных площадей у нас более 360 тысяч. И соответственно для обеспечения производства задействовано у нас более 5 тысяч технологического оборудования и более 8 тысяч инженерного оборудования. Для обеспечения беспрерывного производства было принято решение о необходимости организации мониторинга и диспетчеризации существующего оборудования, то есть парка оборудования. На российском рынке с учетом импортозамещения удовлетворяющих потребностей системы не было найдено и поэтому было принято решение о разработке собственной. Так собственно и родилась платформа промышленного интернета ИСТОК ИОД. То есть это российская разработка. Она позволяет обеспечивать мониторинг и диагностику инженерного, технологического, вспомогательного, стендового оборудования. А также позволяет обеспечить интеграцию уже с существующими информационными системами предприятия. Платформа состоит из трех основных блоков. Это сама платформа. По сути это веб-интерфейс, пользовательский интерфейс, толстых лентов нет. Вторая часть это клауд. Клауд это хранилище Big Data. Клауд пластеризируемый, то есть объем данных, которые туда можно подгружать, по сути неограничен. И третий блок это сам коннектор, то есть это уровень ПЛК. Это уже непосредственно уровень подключения к контроллерам оборудования. В платформу встроен модуль поддержки инструктуры ложных целей. То есть DDP в простонародье это ловушки и приманки. То есть в виде приманок в системе эмулируется оборудование, то есть когда злоумышленник проникает в защищенный сегмент сети, сканирует оборудование по социальной уязвимости, идет автоматическое уведомление в службу информационной или кибербезопасности для применения соответствующих мер. То есть данный модуль нацелен на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры в рамках 187 ФЗ. То есть мы стараемся в рамках своей системы платформы также обеспечить безопасность оборудования, которое подключено к системе мониторинга. Платформа поддерживает прямое подключение, то есть поддерживаются основные контроллеры, Siemens, FANUC, RAS, Pittenheim и другие. Для каких-то редких контроллеров систем возможно дорабатывать собственные коннекторы. Также поддерживается подключение к универсальному оборудованию через наше устройство Hardware, о чем я чуть позже поподробнее расскажу. Варианты подключения, в принципе, к оборудованию могут быть разные через Ethernet, через протоколы, через интерфейс ARS, там 232 с конвертацией через MOX или другие устройства в Ethernet. Поддерживаются основные протоколы, все Modbus, OPC, ZigBee, VariOne и другие. И немаловажным является, что при подключении к оборудованию соблюдают все условия гарантии производителя, потому что фактор немаловажный. Оборудование в основном дорогое, десятки миллионов может стоить. Здесь при подключении, соответственно, мы все это соблюдаем, никаких проблем с этим нет. Что касается мониторинга технологического оборудования, в среднем это 250-300 сигналов с ЧПУ станка. Мы можем видеть, какая управляющая программа запущена, были ли нарушения технологий, были ли аварийные остановки. Все эти данные с оборудованием собираются в бигдату, так сказать. То есть и за любой промежуток времени мы всегда можем к ним обратиться и привести какую-то аналитику. Количество сигналов в целом не ограничено, может быть, но классика показывает, что это порядка 250 сигналов. Что касается инженерного оборудования, также к платформе можно подключать инженерное оборудование напрямую с контроллером взаимодействовать или через OPC сервера. Позволяет также собирать данные, управлять этими данными. Можно управлять данными с платформы, можно делать какие-то уставки, можно делать ограничительный перечень. То есть когда параметры выходят за какой-то диапазон, может настроить платформу, что она будет сама принимать какие-то решения, то есть заведомо запрограммированным алгоритмом, либо уведомлять какие-то инженерные службы о необходимости принятия каких-то решений. Уведомления могут быть на почту, смс, в общем, как угодно. То есть, соответственно, все можно вводить в графическом удобном виде. Тоже примеры чуть дальше покажем. По оборудованию, которое, так сказать, не умное, не умеет ничего себе говорить, не имеет на своем борту какого-то контроллера, наше устройство в Хадвара позволяет также собирать с него данные. На устройство на это можно повесить до 32 датчиков. Датчики могут быть цифровые, аналоговые, то есть это датчики наклона, вибрации, температуры, давления и любых других. Соответственно, все это подключается к той же платформе. Если мы говорим про какое-то технологическое оборудование, то в основном это токовые клещи. По данным токовое напряжение мы контролируем работу оборудования и его состояние. То есть в работе оно нет, работает под нагрузкой или нет. Также у нас существует в платформе встроенный планшет, то есть возможность применения планшетов своим интерфейсом, то есть где пользователи или оператор инженерных установок, оператор ЧПУ станка, может себя идентифицировать, идентифицировать свое рабочее место, за которым он закреплен. Но идентифицировать причины простоя этого оборудования, если не возникает какие-то аварийные ситуации, отмечать, вызывать сервисную службу, в общем, любые действия, которые будут заранее заложены. Но есть и какой-то базовый функционал, с которым можно уже сейчас работать, взаимодействовать. Соответственно, все эти данные, как с инженерных установок, с технологического оборудования, с workplace, с ручного сбора данных, они все агрегируются, все кладется в платформу, на основании чего можно проводить различную аналитику, то есть это качество работы оборудования, это анализ причин его простоя, оценка качества технологий, вмешательств в процесс работы оборудования, какие-то ручные вмешательства, то есть анализ его времени, анализ используемого инструмента, наработку. Поэтому, соответственно, этими данными можно как анализировать, так и передавать в любые другие информационные системы. Оперировать этими данными можно тоже, как я говорил, за любой промежуток времени, то есть в часах, в минутах, может за сутки, дни, с учетом сменности, то есть как удобно. Существуют встроенные SDK, которые позволяют как создавать собственные, так и редактировать уже существующие шаблоны. То есть есть графический редактор с Java, то есть можно, в принципе, любые элементы, которые, возможно, на Java реализовывать, то есть есть поддержка векторной графики и видео, то есть можно, в принципе, реализовывать то, что, как говорится, душе угодно. Соответственно, уже существуют встроенные какие-то отчеты по работе оборудования, с какой-то математикой, также можно создавать собственные. Существует вариант передачи данных различными системами экспорта, там, JSON, еще какие-то SQL, в другие информационные системы, в какие-то BI-системы. Но также можно создавать какие-то информационно-аналитические дашборды у нас в системе, о чем тоже чуть позже расскажем. Пример применения, так сказать, системы мониторинга по технологическому оборудованию, то есть средний прирост использования системы порядка 16-17%, то есть повышает загрузку оборудования. То есть вот здесь, если в процентах смотреть, здесь за 100% взято весь прирост, как говорится. Ну, основное это позволяет наладить технологические процессы, то есть актуализировать режимы, то есть исключить нарушения технологических каких-то изменений, ручных вмешательств, производственную дисциплину повышает, то есть контроль выполнения управляющих программ и, соответственно, качество исполнения и все остальное. Соответственно, в большей части это организовано автоматически за счет сбора данных с самих установок. Встроенный существует графический редактор, который позволяет реализовывать какие-то несложные 3D-модели и существующие уже модели более сложные, которые, дальше мы расскажем, интегрированные с BIM, позволяют делать цветовую индикацию, то есть если необходимо как-то обозначить изменение модели на основании сигналов, полученных от оборудования и инженерных установок, можно отображать, можно перемещение отображать на 3D-модели, то есть на BIM, то есть за счет там различных механизмов. Также есть возможность создавать сферудование технологического или инженерного оборудования, то есть если оборудование умное, умеет говорить не только о своем состоянии, но и о состоянии своих внутренних каких-то элементов, это можно все выводить в модель, то есть эта часть помогает инженерным службам, службам, которые обеспечивают ремонт этого оборудования, более эффективно, соответственно, управлять им и взаимодействовать с оборудованием, принимать решения какие-то. Все эти данные, соответственно, можно передавать в системы класса ТАИР, ERP и другие. Здесь я слово передам своему коллеге Щеткину Алексею, который поподробнее расскажет о плагине экспорта уже в BIM. Да, коллеги, рад приветствовать вас еще раз. На сегодняшний день трехлетний опыт применения BIM-технологий при модернизации производства и новом строительстве позволил нам накопить большой объем данных в виде цифровых информационных моделей и с целью повышения интероперабельности их применения на всем жизненном цикле, на стадии эксплуатации, был непосредственно разработан плагин на SAPR, на Autodesk Credit, который позволяет выполнять мэпинг данных из системы автоматизированного проектирования непосредственно в нашу платформу. На слайде представлен файл проекта, на котором данная настройка на созданном виде позволяет отобразить те элементы, которые необходимо забрать по геометрии. Далее при запуске настройки в выпадающем меню выбираются необходимые атрибуты на элементы, которые назначены, которые необходимо также забрать в систему. И, собственно, точная геометрия, графика, материалы с атрибутами уходят в платформу, которые отображены по части технологического оборудования. На слайде, который вы сейчас видите, один в один все переходит с именованием параметров, с заполнением. Что касается инженерного оборудования, на данном примере можно увидеть также 3D-геометрию в Revit. Этот же самый вид практически в нашей платформе и то, как переходят на атрибутивные элементы. Что касается функционала платформы по работе с BIM-моделью, на данный момент реализован базовый функционал. Такие там пункты, как создание видов, разрезов, сечений. Можно создать сводную информационную модель из различных разделов проекта. Реализовать паспортизацию, метассылки, создание комментариев и задач, обеспечить централизованное хранилище данных с увязкой туда все исходные разрешительные, исполнительные документации, необходимые технические документации по объекту. А также планируется к разработке функционал, который позволит сортировать, группировать по значению параметров тех или иных атрибутов, проводить фильтрацию информационной модели, создание, проведение измерений, спецификаций, применение дополненной реальности, виртуальной реальности, увязка справочников нормативно-технической документации, в том числе из правовых систем с выпадающими списками. И проведение инспекций различной пожарной безопасности, технического надзора с использованием планшета. Далее передаю слово Сергею. Да, Корейдин. Соответственно, чтобы эти эксплуатационные модели сделать более эффективными, то есть у нас тоже в платформе уже есть решения, которые позволят развить этот функционал. То есть одна часть – это контроль местонахождения различных объектов ТМЦ или установок каких-то роботов, которые перемещаются по предприятию или электрокары. То есть за счет применения РФИК, БЛЕ, меток, ЛОРИВАН или других, соответственно, мы можем отслеживать и отображать это уже на информационной модели. Также есть модуль по перемещению транспорта. В принципе, за счет GSM-маяков существует интеграция уже системы видеонаблюдения. То есть это по трассир существует. То есть можно в единой платформе, соответственно, собирать все эти данные, в том числе и с видеонаблюдения, привязывать эти данные к процессу работы оборудования инженера, то есть сопоставлять время аварийных ситуаций с временем на видеонаблюдении. За счет того, что система позволяет агрегировать данные с различных инженерных, технологических, вспомогательных систем, возможно создавать на базе платформы какие-то инженерные центры для различных инженерных служб, которые в едином окне могут наблюдать за работой оборудования, за его загрузкой, за его состоянием, другими различными параметрами, которые интересуют в любом, в принципе, разрезе. Элементы все эти могут сверлиться, то есть проваливаться в них можно будет. Также, соответственно, за счет того, что система интегрируется с существующими информационными системами предприятия, это там ERP, бухгалтерия, какие-то еще информационные системы, можно создавать какие-то аналитические дашборды. То есть дашборды могут быть различного уровня. Уровень может быть мастера участка, уровень директора производства, производства, директ-предприятия, соответственно, выводить какие-то параметры детализованно, либо более поверхностно, то есть с различной математикой можно прямо на базе платформы выстраивать. Вот далее чуть-чуть покажем вам пример реализации, которая учтена на нашей платформе в рамках нашего предприятия. То есть у нас есть, так сказать, 2D-плюс схема нашего предприятия, вот она представлена, она интерактивная. Здесь суть ее, что инженерные службы, наблюдая за, так сказать, цветовой индикацией зданий, могут анализировать состояние инженерных, технологических, в зависимости от служб, для которых она реализуется. И за счет окраски здания могут проваливаться в него и смотреть уже более детально состояние. Там в красном свете образно какое-то здание, соответственно, там есть какие-то ошибки, неисправности, он может туда провалиться. Вот пример визуализации цеха, участка металлообработки, который висит в цеху. То есть такие дэшборды помогают повысить производительность за счет самоорганизации работников, которые, наблюдая за тем, как окрашенный станок, работает он сейчас в простой или в аварийной ситуации, повысить эффективность производительность труда, тем самым, соответственно, повысить выход годной продукции и вообще объем ее увеличить. Здесь, к примеру, у нас создание, так сказать, сквозной модели, сводной модели, то есть там архитектурных решений, конструктив, тех газов могут быть. Соответственно, могут быть какие-то тепловые пункты, технология производства, вентиляция, освещение, то есть электрика какая-то. Также могут создаваться какие-то дэшборды для обеспечения микроклимата в производственных помещениях, то есть это может быть какое-то 2D представление, это может быть контроль комплексный, то есть не какой-то конкретной установки, а группа установки, обеспечивающих микроклимат. Соответственно, по всем сигналам с установок можно делать анализ, там по секундам, до доли секундам, в зависимости от того, с какой скоростью ведется сбор данных. Накладывать эти параметры друг на друга, строить зависимости и какую-то аналитику делать. Здесь пример представлен у нас КТП нашего, обеспечивающий бесперебойное питание энергии, то есть может быть вид мнемосхем, то есть каких-то электроустановок, это может быть вид в таком формате, то есть уже где можно оперировать уставками какими-то, какие-то контрольные значения, переводить режимы работы оборудования. Это могут быть тоже комплексные решения по наблюдению, то есть сюда можно интегрировать уже и видеонаблюдение, то есть с веб-камер, ну и соответственно выводить основные параметры по контролю. Ну а также можно, например, контролировать состояние датчиков пожарной сигнализации. Вот, собственно, все, коллеги. Спасибо за внимание. Может быть, есть вопросы какие-то? Готовы ответить? Да, спасибо, коллеги, за ваш доклад. У нас уже появился ряд вопросов. У нас интересует клиентов, да, помимо слушателей, помимо вашего предприятия, эта система еще реализована на каких-то других предприятиях? Да, система реализована. Есть два предприятия, на которых сейчас уже заканчиваются работы по внедрению, вот, а также есть несколько предприятий, которых идет проработка, то есть ведутся, ну, так сказать, опытная эксплуатация. Коллеги наши знакомятся. Но все это пока что в рамках Ростеха, то есть это наши смежные предприятия. То есть какой-то гражданки пока не было применения. Ну, я так понимаю, у вас есть планы, да, по выходу на более широкую аудиторию по данному решению? Да, у нас есть выходы и планы по расширению функционала, перехода там на другие предприятия вне рамках контора Ростех. Ну, нужно понимать, что наше предприятие, оно большое, у нас у самих более 20 разрабатывающих подразделений, то есть у нас это от, как это, лития металла в землю до выращивания кристаллов. То есть у нас различные переделы есть, поэтому наши технологии и процессы очень сложные, с учетом чистых комнат, безыховых камер и все остальное. То есть опыт у нас большой, даже в рамках своего предприятия. Спасибо. И сколько человек необходимо для поддержания системы в рабочем состоянии? Если мы поговорим о мониторинге технологического оборудования, то я думаю, что двух человек хватит. Это администратор и специалист по АСУТП. Я так понимаю, вопрос скорее не просто в мониторинге, а в целом об обслуживании этой системы, потому что в любом случае приходится вносить какого-то рода изменения в программу, постоянно что-нибудь меняется, добавляется и так далее. Условно говоря, мы говорим о такой технической поддержке, о техническом персонале, который необходим для поддержания работоспособности вашей системы. Да, ну вопрос, если я правильно понял. Если мы говорим о технологическом оборудовании, там все проще. То есть для технологического оборудования все дашборды, аналитика вся готова. Образно подключай станок, выбирай нужный коннектор и получай данные. Потом их своди уже в готовые аналитические отчеты. Что касается инженерки, там чуть сложнее. Там в основном это уникальные случаи инженерных систем. Их разработка и добавление в платформу занимает приличное время. Но обслуживание, если никаких изменений не вносится именно в конструктив инженерных или технологических систем, то много ресурсов для этого не нужно. Если, конечно, ведутся доработки, то нужен еще специалист и разработчик Java. Так, и кто внедряет данную систему в целом? Какие вы имеете в виду, какие специалисты нужны для внедрения? Ну, в целом, да. То есть мы имеем в виду, я так понимаю, у вас же есть, ну, у вас непосредственно есть наверняка отдел по внедрению этой системы. И производится все собственными силами, правильно? Я так понимаю. Ну, собственными силами, да, производство у нас от дизайнера до, грубо говоря, СУТП, дизайнеры, разработчики, группа BIM, то есть все есть у нас специалисты. Ну, то есть получается, собственных ресурсов для этого прикладать нет необходимости, исключительно силами ваших специалистов происходит, да, внедрение и, ну, интеграция данной системы в предприятие. Все верно, но можно обучить специалистов для потом самостоятельного масштабирования в рамках своего предприятия. То есть такое тоже возможно, как и будет. Такое тоже оказывается. Так, замечательно. Да, спасибо огромное за ответы ваши. Если еще будут возникать у нас, у наших слушателей вопросы, опять же, напомню, что пишите их к нам, да, можно писать на электронную почту, а мы обязательно вас свяжем с нашими экспертами. Спасибо огромное за доклад, за то, что уделили нам время. Да, коллеги, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.